На перроне с нетерпением ждут поезда из Анапы. В вагонах едут четыре сотни детей. Ребята возвращаются с Черноморского побережья после трехнедельного отдыха. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ездили по путевкам в Анапу и Республику Крым. Бесплатно, за счет областного бюджета. Благодаря этому мечта провести на море три недели для многих оказалась реальностью. Мне понравилось, как мы ходили на море, дискотеки и мероприятия. Второй раз уже ехал, ездил. Будет скоро третье на следующий лет. Но я каждый год в Анапу буду ездить. Ну не в Анапу, а за юг. Здоровый загар, хорошее настроение и заряд бодрости на целый год вперед – самое главное, что привезли дети с Черного моря. А также много новых друзей. Мне понравилось там участвовать в спортивных соревнованиях и на море купаться. Мне понравилось. Выступать мне там понравилось. У меня появилось очень много новых друзей и было весело очень. Взрослые очень соскучились, но были рады возможности отправить ребенка на море за здоровьем и положительными эмоциями. После таких поездок, говорят, дети и болеют меньше, и более самостоятельными становятся. Волноваться за ребят не приходится. В черноморских лагерях за ними присматривают профессиональные вожатые и самые ответственные воспитатели. Мы уже не первый раз, с легким сердцем отпускал. Я уверенная была и счастливая, что мой внук поехал отдыхать. Такие поездки стали традиционными для самарских детей. Каждый год в областном бюджете выделяют деньги на отдых и оздоровление ребят в трудной жизненной ситуации. Олеся Корецкая, Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.